И пусть прошло уже много лет. Память об Афганистане навсегда с ним. Сергей Чаподарёв во время войны был командиром огневого взвода 122-го мотострелкового полка. Проходил службу в Исламской республике с 81-го по 83-й. Для него это два незабываемых года, которые стали мерилом всей последующей жизни. По признаниям самого Сергея, он рвался в Афган с 1979-го, сразу после окончания военного училища. Слава и героизм тут ни при чём. Подполковник в Оставке считает, война была как никогда полезна советской армии. Что такое Афганистан? Это получить бесценный опыт ведения боевых действий. Реальный. Не то, что на учебниках, не то, что на конспектах учиться, а учиться тому, что действительно необходимо в боевой обстановке. Рейды, засады и перехваты караванов с оружием. Сергей Иванович вместе со своим горнострелковым отрядом всегда был на передовой. Да, сегодня наш герой уже гражданский человек. Работает военным комиссариатом Бобруйска, ведущим специалистом группы территориальной обороны. Но урок, который преподнёс Афган, он никогда не забудет. Да, действительно, Афганистан научил ценить жизнь и здоровье не только своё, но и своих подчинённых. Для себя, для меня вот гордостью является то, что за два года службы в Афганистане, участвуя в боевых действиях, я в своём взводе убитыми не потерял ни одного человека. Беларусь помнит и всегда будет помнить солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявили самоотверженность и отвагу в горячих точках планеты. Цена этого жестокого противостояния. Тысячи жизней молодых ребят. Реки слёз, сломленных горе матерей, вдов и детей. Память об утрате навсегда останется не из оживающей раны для нашего народа. Являясь образцом мужества и чести, воины-интернационалисты стали символом верности присяге и воинскому долгу. Ими гордятся ветераны Великой Отечественной. На них равняется молодое поколение. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.